Белград расцветет уже к майским праздникам, а зеленители обещают яркие краски и необычные композиционные решения. Сегодня в рамках проекта «Городская медиа-среда» журналистам показали рассаду и рассказали о планах по ландшафтным обустройству города. Елена Коржова окунулась в цветочное великолепие. Мы обрываем отцветшие цветки. Вот видите, цветок хороший, который отцветший мы обрываем. Листья сухие. Вообще они сажаются на клумбы и в контейнера. Нежную розовую герань готовят к выходу в свет. Черенкование провели еще накануне. Собранные побеги дадут жизнь новым цветам. А эти растения украсит городские клумбы к середине мая. Они не любят перепадов температур. Зато их более закаленные соседи сменят место жительства уже через две недели. Уже сейчас вы видите у нас готовая рассада однолетних цветов. В частности, вы видите питунья, она уже на цветке. Вот в таких замечательных разных цветах. И бургундий, и розовый, и белый. Вместе с бархатцами, виолами, сальвией и цинерарией питуньи составят разноцветные узоры на клумбах областного центра уже совсем скоро. К 9 мая озеленители обещают высадить 150 тысяч цветов. Будут украшены все памятные места, а центральная клумба Парка Победы поменяет облик. Рассаду готовят сразу в двух теплицах управления Белгорблагоустройства. И если преимущество старое – это высадка растений непосредственно в грунт, то новое позволяет поддерживать необходимую температуру в 26 градусов и влажность с помощью современных методов. Жара нам не нужна, чтобы они не пересыхали, то есть как бы было все зелено красиво. Здесь автоматическая система прилива-отлива, то есть в принципе максимально работает автоматика. Мы поливаем только вручную маленькие растения, плюс система зашторивания. То есть мы можем, когда нужно тень создать и когда нужно посильнее открыть, чтобы солнышко на растения нашу попадало. Первый этап ландшафтного обустройства включает также высадку 720 деревьев и более 4000 кустарников. Эта работа проводится в том числе и в рамках губернаторского проекта по оформлению въездных городских магистралей. Так с понедельника приступят к озеленению улицы Старожевой. Второй и основной этап высадки растений продлится с середины мая по июль. Дизайнеры обещают использовать не только вертикальное оформление цветников, но и ноу-хау прошлого года – клумбы с природным камнем, гравийной отсыпкой, хвойными многолетниками и кустарниками. С помощью вот именно вот такого ассортимента нам удается создать композиции ландшафтные, которые декоративны в течение всего сезона. Что-то одно цветение сменяется другим. У нас есть кустарник декоративно-лиственный, у которого лист красивый в течение всего сезона вегетационного. И также есть красиво цветущие кустарники. Плюс травянистые многолетники у нас добавляют яркие акценты. Хвойные растения держат композицию в течение всего года. И я думаю, что работа в данном направлении будет продолжена. Такие цветники появятся возле музучилища на Белгородском проспекте 110, на перекрестках Богданки и Урожайной и той же Богданки со Студенческой, а также на пересечении Волчанской и Белгородского полка. Ко дню освобождения Белгорода областной центр украсят новые клумбы. Уже известно, что их будет шесть, но всех секретов озеленителя пока не раскрывают. Всего же в этом году на улице города высадят полтора миллиона цветов. Нежные растения готовы радовать горожан. Им осталось только дождаться своего часа. Елена Коржова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.